Если у вас есть проблема с щитовидной железой, то это видео для вас. Вот первое, что вам нужно знать. Большинство проблем со щитовидной железой, как гипертиреоз, так и гипотиреоз, связаны с аутоиммунными заболеваниями щитовидки. Другими словами, 90% случаев гипотиреоза являются аутоиммунной болезнью Хошимото. А 70% случаев гипотиреоза — это болезнь Грейвса. Она тоже аутоиммунная. Обсудим взаимосвязь глютена и щитовидки. Глютен приводит к развитию целиакии. Это воспалительное состояние, при котором разрушаются ворсинки на внутренних стенках кишечника. Из-за этого белки проникают в лимфатическую систему, в иммунную систему, в результате антитела начинают атаковать эти белки. А глютен — это, по сути, белок. Это белок, который есть в некоторых злаках, особенно в пшенице, ржи, ячмене и других. Но в пищеварительной системе глютен превращается в глиодин. Но белок глиодин очень похож, а некоторые его части даже идентичны кое-чему в щитовидной железе, а именно ферменту под названием трансглутаминаза. Если у вас есть антитела, которые атакуют этот белок в пшенице, то каждый раз, когда вы едите злаки, эти антитела атакуют не только этот белок, они атакуют заодно и щитовидку. Просто в силу этой молекулярной схожести. Многие другие аутоиммунные болезни основаны на схожем принципе, когда какой-нибудь вирус или пищевой продукт имитирует какую-то ткань в организме. Но как в случае гипертиреоза, так и в случае гипотиреоза вам определённо нужно на 100% исключить глютен из рациона. Ведь каждый раз, когда вы его едите, ваш организм видит в нём чужеродного захватчика и с помощью антител атакует его, а заодно и вашу щитовидную железу, и тем самым вызывает воспаление. Я дам пять рекомендаций. Номер один. Необходим полный отказ от глютена. Номер два. Начните кето. Здоровую версию кето и интервальное голодание. Почему? Потому что это уменьшит воспаление. Далее, принимайте селен. Селен необходим при аутоиммунных болезнях, особенно щитовидной железы, будь то гипертиреоз или гипотиреоз щитовидной железы. Очень важно знать, что в случае гипертиреоза, то есть болезни Грейвса, ни в коем случае нельзя принимать йод, ведь щитовидка и так вырабатывает гормоны в избытке. А эти гормоны вырабатываются из йода. Нужно избегать желчных солей, потому что они ускорят превращение гормона из неактивной формы Т4 в активную форму Т3. Но если у вас гипотиреоз, то вам определённо нужно принимать очищенные желчные соли. Это может быть экстракт бычи желчи или любые другие добавки желчи. Силен полезен как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе. Следующее. Нужно принимать витамин Д3, минимум 10 тысяч международных единиц. Почему? Потому что витамин Д может помочь уменьшить воспаление. Это один из лучших природных противовоспалительных витаминов. И последнее. Нужны пробиотики. Просто потому, что большинство аутоиммунных заболеваний начинаются в кишечнике, а вам нужно укреплять это слабое звено – кишечник. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас на свой курс «Щитовидный тип телосложения». У вас гипотиреоз или аутоиммунный тиреоидит? Увеличены зоб, кисты и узлы щитовидки? Лишний вес равномерно распределён по всему телу? Этот курс поможет отремонтировать вашу щитовидку, восстановить энергию и избавиться от лишнего веса. Вас ждут мои уникальные видео, списки продуктов, упражнения и особые техники массажа для щитовидной железы. Записывайтесь на курс по ссылке внизу. До встречи!